Друзья, у нас на канале появилось два плейлиста. В одном собраны вертикальные пылесосы, во втором роботы пылесоса. Тема, смотрю, актуальная, интересная. Вы часто спрашиваете. Для вашего удобства, пожалуйста, по ссылкам в описании можете ознакомливаться. Сегодня посмотрим на еще одну интересную модель, популярную из Алиэкспресс. 6,5 тысяч заказов. Робот-пылесос с лидаром, с построением карт, с Wi-Fi. Имеет рейтинг 4,8 баллов из 5. Большинство, прям подавляющее большинство положительных отзывов. Но кое-что производители и скрывают. А вот что, мы сегодня с вами и разберемся. Тестируем популярный пылесос из Алиэкспресс, Neatswar X600. Что в нем так и не так? Канал Белозеров. Поехали! Комплект здесь небогатый. Помимо робота-пылесоса есть адаптер питания с европейской вилкой, инструмент для очистки щеток, инструкция на английском языке, четыре боковые щетки, две из которых резервные, запасной HEPA-фильтр, две тряпки для влажной уборки, зарядная база и два контейнера. Один для комбинированной уборки влажная плюс подметание, второй для полноценной сухой уборки. В нем установлено три фильтра. Объем 0,6 литра, достаточно вместительный и это хорошо. Контейнер для влажной уборки моторизирован и подача воды происходит под давлением по заявлению производителя. При этом есть отсек для сбора мусора, так как робот в процессе увлажнение еще и подрабатывает веником. Робот-пылесос выделяется тем, что у него есть лидар, лазерная навигация. В процессе работы данная башня сканирует помещение, строит карты и лучше ориентируется в пространстве, и это точно. Верхняя часть корпуса черный маркий глянец. Есть две кнопки запуск уборки, активация Wi-Fi и возврат на базу. Сбоку есть порт зарядки и физическая кнопка включения. С нижней стороны устанавливаются две боковые щетки, одна центральная быстросъемная для очистки и колеса. Они не такие массивные и большие, как например в Roborock S6 или в том же Redmond или Eber X8. Обзоры этих роботов есть на канале, и я вам, друзья, настоятельно рекомендую посмотреть прошлое эти видео, чтобы понимать, что мы здесь с чем сравниваем. Собственно, все. Теперь начинается самое интересное. Собственно, приложение у робота NetSwar нет. Используется, так сказать, еще общеразработанное под названием VBEC. Оно встречалось нам в обзоре пылика Redmond. Так вот, многие пользователи на форумах и в комментариях под обзорами других блогеров писали, что подключение здесь непростое, и чтобы добиться того, чтобы все это работало, надо постараться. Окей, думаю я. Вызов принят. Поехали. Буду делать все по инструкции. Итак, приложение VBEC я скачал, зарегистрировался в нем. Вроде это получилось с первого раза. Дальше в него заходим и нажимаем кнопку плюс. Добавить новое устройство. Далее нужно расшарить доступ к камере, чтобы приложение активировало сканер QR-кода. Переворачиваем пылесос и сканируем правый QR-код. После этого поступает запрос на активацию геолокации для определения местоположения. Разрешаем. Запрос на включение Wi-Fi тоже разрешаем. Далее в окне нам показывают, что робот не поддерживает 5G. Нужно выбрать домашнюю сеть 2.4 ГГц. Выбираем домашнюю сеть Wi-Fi и вводим от нее пароль. Следующий этап. Подсказка, что для активации Wi-Fi сигнала на пылесосе необходимо включить робота боковой кнопкой и зажать верхнюю кнопку на 5 секунд, пока не услышим голосовую подсказку о том, что Wi-Fi сеть активирована. Делаем это и нажимаем далее. Вроде как процесс подключения начался. Ждем. Доходит круг до 100% примерно за 5 минут. И выскакивает ошибка. Не удалось подключиться. Окей, думаю я. Попробуем еще раз. Опять провал. Ошибка на ошибке. Мы не сдаемся. Полностью все закрываем. Выключаю пылесос и повторяю все процедуры. Снова и снова. И каждый раз, ребят, ошибка и ошибка. Делаю все по инструкции. Опять провал. Ну что же, у меня опыт есть в таких делах. Действуем немножко не по плану. Жмем добавить пылесос. Сканируем QR-код на задней стороне. И теперь до подсказки об активации Wi-Fi на роботе делаем эту процедуру. Зажимаем кнопку на корпусе на 5 секунд. Идем на смартфоне в настройки Wi-Fi и выбираем подключиться к пылесосу. Возвращаемся в приложение. Выбираем домашнюю сеть Wi-Fi. Жмем далее. Еще раз далее. И снова процесс подключения запускается. Где-то на 30% нам пылесос запоет, что Wi-Fi подключен. При этом продолжат соединяться и в конце выскочат те самые ошибки. Забиваем на них большой болт и возвращаемся на главный экран. И вуаля, наш пылесос добавлен. Можем зайти в плагин и все будет работать. Хотите комментарии? Да не будет комментариев. Примите просто это. Еще один важный момент нужно в настройках перед первой уборкой включить сохранить карту. А после построения убрать эту галочку, чтобы не шла перезапись. Это тоже важный момент, так как многие пишут, что карты сбрасываются. Ну собственно и все. В приложении можно ставить виртуальные стены, назначать графики уборки, выполнять уборку с дозарядкой, выделять запретные зоны, устанавливать точку, куда нужно будет поехать пылесосу, чтобы убраться. Не хватает сохранения нескольких карт. И приложение не делит карту на комнаты. Это минусы. Ну что, переходим к практике. Запускаем уборку комнаты примерно 18 метров общая площадь. За вычетом мебели и ковра темного, на который робот-пылесос не должен заезжать, это будет около 10-12 метров. Посмотрим, что он нам нарисует. В комнате есть стул, стол, диван и ковер. Запускаю первый раз. Смотрим, что получается. Поначалу было вроде все хорошо, но потом наш черныш решил все-таки залезть на ковер. Конечно, ковер большой. Xiaomi его просто объезжает по контуру, и мне это нравится. И этот я тоже думал, что будет так делать. А он его начал толкать и пытался забраться на него. Иногда это получалось, но ворс не позволяет четки крутиться, и колеса застревают тоже. В общем, справился, так сказать. Вернулся на базу. И, кстати, получилось заехать на базу с первого раза. Удивительно. Та ладно, с первого раза. Окей, запускаем второй раз и уже с построенной картой. Ситуация повторяется. Ковер все-таки не дает ему покоя. И опять на комнату ушло около 15 минут. Это, конечно, долго. Если без ковров или с меньшим ворсом будут у вас ковровые покрытия, то проблем, конечно, уже не будет. Поэтому это только мои придирки. На базу получилось вернуться только с третьего раза. Тоже странно. И для завершения работы влажная уборка. Учитывайте, что оставлять контейнер с водой не стоит. Тряпка сама по себе намокает даже без насоса. Тут сюрпризов не было. Справился робот-пылесос нормально. Все увлажнил, все хорошо. Проверил я еще и заезд на порожки. Высота вот этого примерно 1,7 см. И, как видите, друзья, вообще не проблема. Перескакивает, не задумываясь. Поэтому, если в доме у вас порожки, такой пылесос вам подойдет. Указано до 2 см в паспорте. Так что все окей. Ну и тест на подъем. Здесь я уже сразу психанул. Поставил максимальный градус. Ну и что, друзья, я, честно говоря, удивился. Залетает, как ракета. Козлит, мчится. Я думал, даже в какой-то момент просто перевернется. Уборка на одном заряде заявлена до 120 метров квадратных. Есть уборка с дозарядкой. То есть, если не успеет что-то убрать, вернется на зарядку. Потом поедет доделать свои дела. Мощность всасывания здесь тоже высокая. 4000 паскалей. Но и шумит, конечно, прилично. Мой вердикт. Пылесос нормальный. Софт убогий до безобразия. Максимальная цена для него 200 долларов потолок. Если хотите еще дешевле, заходите к нам в инстаграм магазин. Я решил запустить промо. Так что к любой покупке пылесоса или смартфона у нас в магазине вы получаете еще и пауэрбанк в подарок на 10 тысяч миллиампер часов. А цены ниже, чем на Алиэкспресс. Так что жду. Сами зайдите, проверьте, посмотрите. Что могу сказать вам, друзья, в итоге? Смотрите, какая ситуация. Покупать робот-пылесос без лидара в 2021 году, конечно же, спорное решение. Потому что, ну, лишь в крайних случаях можно взять без него. Если у вас одна-две комнаты, вы не заставлены, а не мебелью, вы не перемещаете эту мебель. И тогда робот-пылесос будет, конечно же, выполнять свои задачи, функции. Либо, если вообще прям очень сильно ограничен бюджет. Но вот, пожалуйста, за 200 с копейками долларов, да, за 220, по-моему, можно приобрести с лидаром. Да, есть вот такие вот недостатки в виде приложения. Не полноценно оно функционирует, так сказать. Небольшие сложности возникают с подключением. Но в целом данный робот-пылесос справляется со своими задачами. Опять же, он преодолевает препятствия, там, чуть больше полутора сантиметров. Два уже. Очень-очень с трудом и в 90% случаях нет. Но в других случаях это действительно рабочая нормальная машина, которая за свои деньги отрабатывает все, что от нее требуется. Хотелось, конечно, лучше. Но тогда уже смотреть лучше в сторону других роботов-пылесосов, которые мы тестировали, как минимум, начиная с Xiaomi и других Viomi моделей. Что вы думаете, конечно, пишите в комментариях. Я думаю, кто-то смотрит обзор, уже приобрел данную модель и использует ее. Поэтому мне будет интересно почитать ваши мысли по поводу Netswar X600. Мы и дальше будем тестировать различные полезности, и не только из Китая. Поэтому отписывайтесь, чтобы все пропустить. И тогда мы увидимся с вами, надеюсь, очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok